После взрыва в центре Осло около 17.00 по местному времени Андерс Беринг-Брэйвик на серебристо-сером фургоне, достиг паромной переправы у острова Лутоя. В это время на острове проходил традиционный молодежно-летний сбор в лагере правящей рабочей партии, в котором принимало участие 655 человек в возрасте 14-25 лет. Собрав около 17-22 вечера вокруг себя несколько десятков молодых социал-демократов, он вынул из сумки оружие и открыл по ним прицельный огонь. Брэйвик ровно 10 лет назад приплыл на этом пароме и поднялся на этот остров. Он был в полицейской форме. Здесь, вот в этом районе, он около трех человек застрелил. Сейчас мы поднимаемся наверх. Убил там трех человек, потом пошел по этой тропе. Он убил еще трех человек. И потом он зашел в эту кафетерию, это называется Кафе Бигет. После диалога с оставшимися в живых и другими пострадавшими людьми пришли к выводу, что сносить здание неправильно. Пострадавшие, а также выжившие, которые находились в помещении 22 июля, действительно ценят то, что здания сохранились. В здании и кафе сохранены малый зал, части главного зала, коридор снаружи и туалет, где многие члены АУ прятались и спасали жизнь. Здание кафе единственное место на острове, где есть видимые следы 22 июля. И это место, где выжившие должны помнить тех, кто был убит. Говорит Гидера Уф из Килы Первых. Это здание является мемориалом. 13 человек был убит в этом здании. Это изначально была кафетерия, на норвежском это Кафе Бигет. Является, наверное, сердцем этого острова на сегодняшний день. Сейчас мы пойдем дальше. После того, как произошло, когда он убил, здесь расстрелилось 30 человек, о, сейчас 13 человек, он двинулся вперед по этой тропе. 33 человека было до 18 лет, которых он расстрелял. И сейчас мы пройдем на следующий мемориал, который можно посмотреть, который является тоже, в кавычках, я бы сказал, такой достопримечательностью, на которую многие обращают люди. Сейчас там много людей. Ну, давайте пройдемся. В этом месте написаны все имена тех, кто погиб на этом острове. В этом месте он убил еще 5 человек. И плюс уже частями 5 человек, там где-то 3 человека. Дальше. Вот сейчас вот люди идут не то чтобы экскурсии, а рассказывают, как это все произошло. Давайте пройдем аккуратно. Он спустился сюда вниз. Тут видно на острове. Он еще застрелил еще троих человек. Вот это. Он спустился вниз. У него было на все, на все это время, у него было около 2 часов. После этого, после этого он двинулся дальше, вот по этой тропе. От него люди убегали в разные стороны. Погода стояла пасмурная в это время. И один из спасителей, который первый стал помогать и спасать людей, отправлять на тот остров, это был один немец, Марсель. Мы с ним тоже записывали интервью для канала. И он подплывал и забирал людей, которые прыгали вниз в море. И он их перевозил на остров. Никто не знал, что этот человек один. Потому что в это время, в это событие тоже пару часов назад произошел взрыв в Осло. И думали, что это какая-то группа. На самом деле это был один человек. После того, как мы дойдем до того места, где его схватили. И после этого его повели в здание. И они допрашивали, и спрашивали, что все-таки произошло и так далее. Мы продолжаем идти вот по этой тропе, как шел Бревик. Одно из мест, где больше всего погибло человек, это здесь. Насосная станция. 14 человек умерло здесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Реквеем по мечте Также полиция подозревала что он ввел видеосъемку стрельбы однако позже эта информация не нашла подтверждения Впоследствии на острове насчитали 186 стрелянных гильз Всего на стадии подготовки к теракту Бреевик посетил 20 стран Тогда он решил получить самозарядную винтовку и пистолет на законных оставаниях в Норвегии Юридически это не вызывало проблем так как он не был судим имел лицензию охотника помповым дробовиком Bennellinova в течении 7 лет По возвращению из Европы Бреевик получил разрешение на владение самозарядным карабином Ruger Mini 14 с целью охоты на оленей он купил его осенью 2010 года за 1300 евро Получить разрешение на пистолет было труднее так как для этого нужно было быть не только членом стрелкового клуба но и показывать его посещение Бреевик 15 раз посетил стрелковый клуб в Осло с ноября 2010 по январь 2011 и тогда ему выдали разрешение на покупку пистолета Glock 34 для тренировок для тренировок в стрельбе он также использовал компьютерный шутер Call of Duty Modern Warfare 2 а вот здесь это уже место это уже как раз такие места где произошло с ума вот это событие и Бреевик был и Бреевик был схвачен на этом острове умерло 69 человек 8 человек при теракте в Осло общее количество жертв ставлено этим человеком было 77 человек и вот здесь он был схвачен после этого все закончилось прошло десять лет в Норвегии это самое жестокое событие со времен Второй мировой войны и оно не должно повториться не должно быть а Эта и и и и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова